Дело в том, что когда начиналась специальная военная операция, как выясняется, подготовка была разная. Мы туда заходили с определенными установками, считая, что в той же самой украинской армии есть нормальные люди, а есть нацисты, которые там присутствуют, но в неком ограниченном количестве. Специальная военная операция показала, что там нацисты все. Все, кто держит в руках автомат. Я старалась, вы слышали? Киев как таковой мы победили в первую неделю. Мы его, напомню, ну просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли фактически, да? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на это. Сегодня мы имеем абсолютно другую действительность. Нам пора четко это понять. У нас нет другого варианта, как объявить войну Украине. Нам надо поставить четкие задачи. Нам надо просто освободить всю эту территорию. Так, стоп, заново. Еще раз. И базы, которые угрожают России, своей участи не избегут. А для Украины шесть десантных кораблей. Это вполне достаточно, чтобы вся бандеровская сволочь успела добежать до польской границы. Как защищенность столицы оценивают? В Кремле нужны ли какие-то дополнительные средства? Я не могу комментировать вопрос о защищенности столицы. Понял. А к чему теперь готовы все-таки должны быть граждане, если к ним в окно буквально, как мы видели, как наши корреспонденты убедились, что можно прилететь? Все остальные вопросы я оставляю без ответа. Я сказал по этой теме все, что хотел и мог сказать. Это вообще сумасшедший дом. Из Сирии. Один из самых известных военных журналистов в нашей стране. Евгений Поддогнев. Если рассматривать сами действия, то, конечно, масштаб. С 45-го года мир не знал такого масштаба. Для меня это еще и масштаб лжи и обмана, в котором живет весь мир последние десятилетия. Сейчас сатрон вообще такой нерв оголенный. Мы по-другому победим. Знаешь, я хочу тебе подарить маленький, красивый из дерева. Это то, что он в том числе и мне помогает бороться с чем-то во мне. Маленький, удобный, чтобы ты мог его с собой взять, когда сейчас после отпуска небольшого вернешься туда, ну и где-нибудь за бронежилетом вот так вот. У сердца здесь Божья Матерь и Серафим Саровский. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Слышал, да. Как относитесь? Положительно отношусь. Вы сами попадаете? Нет, я не попадаю. Наверное, по третью волну попадаюсь. И будет третья волна. Мне 48. Вы же понимаете, что в принципе волны это быстро выставляете? Ну, родину надо защищать. От кого? Ну как от кого? От нацистов. На нас раз нападают? Ну, тут все понятно, девушка. Вот говорите не о том. Все прекрасно, все понятно. Ну, не нападают, да. Мы защищаем свой народ на Донбассе. То есть вы пойдете, если призабы? С большим удовольствием. Я не подхожу уже по возрасту. По возрасту? По возрасту, да. 58 вчера исполнилось. Я подполковник Ермолаев Александр Алексеевич. 1959 года рождения. Был призван 22 сентября военкоматом для мобилизации. Медкомиссию никакой не проходил. Войно-врачебной комиссии не было. Врач сказал, что с моими болячками можно идти на войну. Сейчас находимся в прудбое. Возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Тебе дал президент такой шанс. Сказали, две недели подготовки. И за нами приедут покупатели для дальнейшего участия возможных боевых действий. Тема серьезная, я не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Ну вот как-то так. Хотя по указу президента и приказу министра обороны призыв по мобилизации осуществляется для подполковников, таких как я, до 55 лет. А мне 63 года. Я не подхожу уже по возрасту. По возрасту? По возрасту, да. 58 вчера исполнилось. А пошли бы, если бы подходили? Я думаю, что да. Почему? Почему? Президент об этом все сказал. Я его поддерживаю. А сына отправите? Сына? У сына есть желание даже. У меня есть сын, у него есть желание, это 6 лет ему. Но дело в том, что он не служил, поэтому у него военной подготовки нет. Я попадаю, да, но на данный момент я сейчас устраиваюсь на другую службу. Поэтому придет, если мне придет все-таки повестка, то я поеду. Вы поедете? А зачем? Озычать и оставить честь нашей страны так. Спокойно к этому отношусь и все. Вы готовы вымотить? Ну, если придет повестка, конечно, а что? До Украины там существует 31 год. Ну и не будет существовать больше. Ну какая разница? Вообще я патриот и очень люблю свою родину. Да, родина позовет, приду. Ну, положительно мы поддерживаем, переживаем очень. Чем мы быстрее мобилизуемся, тем быстрее это победим. Поэтому я за. Ну, сегодня прозвучало, если мы не победим, вообще не вариант. Победим. Я с конца начну, наверное. Победим. Победим. По-любому. Ваши мужчины, они попадают в президенту? Дети, может быть, там? Нет, не попадают. Девочки у нас? У нас еще маленький, зять тоже под 40 лет нет. Как-то у них нет, у моих не получилось. Даже до 50 лет. Ну да, я понимаю, но у них нет такого желания, мне кажется. Или они поддерживают, но вот какие-то но. Граничено годен по здоровью, не знаю пока что еще, коснется или не коснется, но близких моих точно затронет этот вопрос. Готовы, не готовы лично воевать? Конечно, нет. Конечно, не готов. И буду отговаривать всех своих друзей, знакомых, близких, чтобы ни в коем случае не участвовали в этом мероприятии. Тактическое ядерное оружие, если это применяется, это как выглядит город в Европе? Если задача уничтожить город, то есть превратить в шашлык половину населения города, а других вывернуть наизнанку ударной волной, то применение ядерного оружия выглядит так же, как на вашей заставочке. Прилетает ядерный боеприпас и происходит, в общем-то, варварство. То есть массовое убийство гражданского населения, вот так это выглядит. А за это судить будут. После этого удара территория остается пригодной для жизни или не пригодной? Иосиф Евгеньевич, ну... Да, будет поражение. Один из поражающих факторов проникающей радиации. Другой из поражающих факторов вот это долгосрочное радиоактивное загрязнение. Но это, поверьте, не самое главное. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин